несколько лет назад к теме обучения трейдингу вообще и форекс трейдингу в частности добавилась ну так и смежная тема но очень интересная очень важная это автоследование или копирование сделок они уже очень много сказано и в сми и самими компаниями на многочисленных форум одни как я например считают что это великолепный вызов доверительному управлению когда все видно прозрачные и ты не переводишь никуда деньги то есть они остаются на другим счетам другие считают что это новая разновидность заманивания клиентов и вообще это плохо и так далее и так далее есть международные примеры автоследования это платформа и тора которая завоевала можно сказать мир реально сегодня работает в огромных пространствах есть российские примеры выстраивания подобных систем например компания финам построила сервис камон где каждый может публично открыть некую свою стратегию получить копировщиков следователь доказывать свои версии показывать и так далее и так далее сегодня мы поговорим об автоследование еще одна тема нашего сегодняшнего разговора звучит немножко медицинские как собственно научиться спокойно спать ночью потому что очень часто человек приходит биржевой или форекс трейдинг и это означает автоматически что он купил себе как минимум бессонницу проблема я встаю ночью и смотрю как там мои сделки оказывается я по крайней мере понял из за последние годы из общения с коллегами по рынку оказывается является чуть ли не всеобщей проблемой вот как с этим собственно бороться и третий момент который попал сегодняшний наш разговор это разговор об общении коммуникациях трейдеров между собой и о том почему иногда лучше вообще молчать в тряпочку что ты занимаешься трейдингом ну а гость нашей студии сегодня как и вчера руководитель учебного центра компании телетрейд александр ялин я вот часто сталкиваюсь последний год когда люди просит меня взять деньги в управление и для меня ответ так как я большой поклонник системы публичного трейдинга следовать не вот на платформе и тора и финам сейчас пытается по этому же пути идти с проектом common я говорю ребят вот есть ответ потому что тут нет элемента вот этого самого доверия вы никому не переводите свои деньги остаются на ваших счетах так далее ваше отношение к идеологии автоследования которые последние годы но по моим ощущениям набирает обороты да это действительно ну я бы не скажу что это супер пупер тренд но это удобный инструмент отношусь двояко то есть если система имеет прозрачную аналитику не притянутые за уши показатели потому что цифры можно по-разному подавать крутить ту же самую просадку можно так завернуть что ее и не будет либо показать действительно ту которая была и можно оценить все свои риски и тогда если она прозрачная и удобная статистика можно оценить стратегии действительно ну использовать если там не все в нее инвестирует как элемент для диверсификации своего личного портфеля что я знаю таких людей которые торгуясь сами еще инвестируют что-то куда-то даже на рынке форекс вот в подобного рода системы и в этом случае да ими можно пользоваться они выручают спасают либо полностью когда ты понимаешь что сам торговать не можешь в силу опять же отсутствие дисциплины но ты абсолютно понимаешь куда ты инвестируешь для тебя это удобно и это прозрачно они так что я где-то прочитал ага вот есть какая-то с темой же тоже много да вот там те которые вы назвали они уже там проверенные временем известны вот а есть такие которые появились вчера и относительно непонятно что давай это вот почему потому что я скептик я мне очень тяжело доверять другому человеку если я его плохо знаю там я его не знаю вообще да насколько он будет опять же смиренным скажем так в этом плане не наступит ли у него завтра вот эта самая ситуация я никого ни в коем случае не пугаю да но это вот именно мои внучки вот эти серии автоследования это не тоже тоже не тот случай когда можно все вложить это не грааль это не грааль если вы ну допустим лично знаете этого человека если это человек честно с вами да он никогда не скажет давай вкладывай там все иди продавая квартиру машину еще займи денег и я тебя сейчас озвучу да он скажет какие риски там нужно выставить поставить и что учесть если не знаешь этого человека то ну собственно это решение самостоятельно принимаешь вот инвестировать все на максимальный риск в какие-то системы автоследования или там открыть депозитом в тысячу долларов там на 5 лотов примерно одно и то же будет еще одна тема которая вроде как напрямую с обучением точно связаны но тема как выяснилось важная которую вы уже упомянули не спит ночами вот этот синдром есть у меня недавно хороший приятель бывший коллега жаловался и удивился узнав что я так не делаю что он встает ночью проверяет сделки а у меня такой период был слава богу давно очень давно в прошлом а вообще вот этот синдром неважно не спит ночами или не может оторваться от монитора и так далее он всеобщий да это так же как на старте сидишь и глазами пытаешься цену двигать в том направлении в котором надо это все проходят это естественно опять же есть какой момент и есть различного рода стратегии если допустим ну живешь в том часовом поясе в котором находится большинство регионов россии но работаешь на да на тихоокеанском азиатском рынке ну приходится работать но когда то есть если там скальпинг на тонком рынке пытаешься что то там еще по выходу из клиринга там забрать и так далее у брокеров это одно дело есть стратегии когда проверяешь рынок ну по часам например на четырехчасовых свечах работаешь но приходится вставать ночью там один раз проверить я так работал несколько лет как это как было и времена машину приходилось при 30 градусов мороза вставать и разогреть совершенно верно но у меня допустим это в свое время вошло в такой режим что я практически без будильника вставал там районе четырех утра проверял ложился спать никакого дискомфорта я не чувствовал я пять дней в неделю раз 4 часа то есть проверял рынок абсолютно нормально было вот но есть и другой до другой момент это переживание просадки когда уходишь в определенный там ну например задавший максимум там 30 процентов от депозита и вот у тебя 28 и начинается переживание потому что и принять убыток допустим неохота да ты понимаешь что ты должен закрыться там начать перестраивать стратегии что-то продумал новые решения да все как бы тот путь которым ты идешь здесь неверен был опять же дали диверсификации с и там 10 процентов депозита твоего от которых ты 30 теряешь то одно а если от всего другое и вот такое переживание но действительно есть не знаю я ни разу к психологу не ходил по этому поводу и не знаю кто ходил бы я думаю это как мозоль натирается просто когда принимаешь что вот если ты по своей стратегии да не должен ничего делать в это время и не сможешь но смысл сидеть вот эту вот смотреть туда я вот нашел несколько способов первое закрывать на ночь самые рискованные сделки вы есть небольшая прибыль черт с ней не гнаться за большим чтобы спать спокойно а второе это уже конца и цени ночи в свое время применил и даже книги об этом писал открываешь сделку уезжаешь фитнес-зал у меня был телефон тогда еще не смартфон кнопочный то есть я ничего не мог смотреть на это и вот идешь по дорожке ты понимаешь что ты принесешь и примешь то что есть зелененькая или красненькая вот как есть очень хороших кстати да очень хороший и очень полезный для здоровья способ а вообще вот вы учите например как вот избавиться от синдрома который условно можно назвать не спать на чем то же самое или каждые пять минут смотрите мы сейчас говорим у меня там на мониторе ну достаточно крупная сумма но я совершенно спокойно во первых человеку нужно хотя бы раз это пережить потому что на словах подготовить тяжело каким-то ну скажем так большим жизненным переживанием которые не только в сфере трейдинга как бы мы чтобы мы человеку не говорили когда он первый раз этим сталкивается он все равно будет это тяжело переживать бедный старичок он глухого тут наверное важный момент вот любого там ментора наставника в процессе обучения над учеником быть рядом в этот момент времени и правильно корректировать его поведение потому что мы все живые люди и сейчас наверное этого уже нет когда было много консультационных центров устраивались клубные дни куда люди приходили и просто делились болью и выходили с большим облегчением да потому что большинство людей считают я трейдер но я наверно я наверное там ну один из трех в россии трейдеров если про россию говорить да вот все остальные этим не занимаются мои соседи друзья никто не занимается пришло то вот ну ребята откровенно кто торгует да задумайтесь сколько в вашем окружении трейдеров вот если вы профессионально этой деятельностью не занимаетесь не встречается этими людьми никто и создается ощущение что ты один один на один с рынком когда с другими людьми компании которые пытаются конечно вот там сидит дилер который 200 баксов твоих хочется отжать и зарплату 2000 обязательно только этим и живут вот соответственно когда ты находишься рядом с человеком в этот момент времени уже можно как-то скорректировать его поведение там но не только скажешь нормально братан да а именно объяснить почему такие эмоции испытывает и самое главное научить потому что завтра мне не будет рядом да а у тебя может случиться то же самое что делать вот ну и давайте будем откровенны чаще все-таки эмоции переживаются когда риск превышает допустимый ты понимаешь что у тебя сейчас там не знаю стоп лос ты не поставил например да там процентная ставка или что-то еще такое важное либо ты уже заплыл и заплыл достаточно далеко в просадку еще там сеткой ордеров против тренда ну то есть делаешь то что ну как бы можно делать можно рисковать но тогда должен принимать вот эту психологическую нагрузку если у тебя все диверсифицировано и относительно как бы риск невелик то ты уже не испытываешь такие перегрузки эмоциональные вот опять же это каждый человек по своему нам психотипу каком-то должен сам рано или поздно прийти что мне важнее испытывать перегрузки если я там их испытываю и зарабатывать много либо спать спокойно но вот какой-то умеренный кусок там постоянно брать у рынка и все это только так какой какой-то панацеи нет как выглядят бодрые инновации финансового мира если посмотреть на них внимательно именно об этом новая книга яна арта по ту сторону луны эта книга не обеспечит вам гарантии финансового успеха не научит вас богатеть на бирже не сделает миллионером ни за 7 ни за 77 шагов но она поможет заглянуть за фасад финансовой индустрии и посмотреть как же все-таки выглядит обратная сторона луны приобрести книгу можно в интернет-магазине финарте по ссылке под видео если как бы резюмировать в такой классической форме топ-5 или 10 или там 6 половиной заветов для тех кто сейчас пришел вот с этим самым спросом я хочу обучиться строить я понимаю что любая вот попытка упаковать в эти в топ-5 топ-10 это упрощение но ну может быть я там в топ-7 вылезу как раз сейчас что в голове приходить будет первое и самое важное наверно понять что вы собираетесь заняться серьезным делом не игрой либо определить для себя хочу я играть то есть как в казино я пришел или хочу работать вести свой бизнес это первое вот что определить то если играть то в принципе это вот больше ничего и не надо говорить можем сейчас разойтись и закончена а если все-таки это серьезный бизнес которым вы хотите заняться то следующий момент выбрать правильно тренера это тоже важный момент и или второй пустулац прошу но если мы говорим для тех кто пришел учиться да то есть вырвы выбрать тренера ну под этим же можно понимать выбрать правильные курс там если не жилым человек на сценарий да 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 вот третий постулат ну здесь наверное как в любой учебе да то есть понимать что у тебя есть свободное время на это дело то есть я много людей встречал который день позанимается там три недели отдыхают потом появилось время опять то есть если ты решил этим заняться ты должен заниматься если это вот какой-то факультатив лучше сериал дома посмотреть как полезнее время пройдет на для нервной системы важный момент определиться с какой суммы хочешь начать ни в коем случае не инвестировать ту сумму ну то есть инвестировать хотеть инвестировать по разному сказать которую не можете позволить потерять это однозначно то есть первая сумма должна быть такая смешная простая то есть пусть я лучше вечером пиво не попью дано поторгую на эти деньги скажем так я вот даже не знаю тут такой вопрос интересный можно много говорить все люди разные для кого-то это работать над собой да то есть работа глава дисциплины психологически для кого-то это не пусть это может немножко как бы смешно да но на не налегать на алкоголь потому что пьяный трейдинг это отдельный вид трейдинга у нас пьяный трейдер горе в семью ну тип того да вот а что есть такой момент да есть такой момент иногда нечасто конечно брокерские компании приходят претензии до что я был пьян торговал аннулируйте мои сделки там я был невменяем и так далее вот или наоборот я был пьян случайно заработал прибыль заберите по такого не бывает никогда обычно как бы о потерях говорят и наверное знаете вот тоже может абсурдно будет не распространяться не распространяется не потому что вы стали латентным миллионером да а потому что люди не поймут вот в большинстве случаев это не только россии касается когда ты приходишь ребята я трейдингом занимаешь ты дурак что это стандартная реакция на это вот она обусловлена многими вещами психологическими в принципе общество да в том числе что люди боятся когда кто-то из их ближайшего окружения становится лучше чем они и начинают тому опускать принудительно то есть человек за ним стрелка у собака сейчас разбогатеет станет лучше чем успешнее чем я да ну то есть это вот эти механизмы включаются у большинства это создает дополнительную нагрузку я не раз слышу истории когда кто-то из семейной пары начинает заниматься да и потом перестает допустим ходить потому что вторая половинка запрещает например этим заниматься может нюансы общество что большинство воспринимает это как все-таки азартную игру они как как спекулянта да 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 что сейчас вот и все из дома вынесешь то и там оставишь никак какой-то серьезный вид деятельности поэтому нам тоже такой момент сначала научитесь определить а потом уже можете там поведать друзьям знакомым близким 7 постулат получается проверь в семье не является ли слову трейдер ругатель совершенно верно тот не то же семье его что во дворе побьют за него а девушки так говорить не смейте они называют нас игроками они говорят что мы зависим от удачи они утверждают что это не настоящие инвестиции они отстаивают свои лозунги получая за это зарплату мы получаем прибыль только когда проверяем свои убеждения рынком они дают прогнозы ничем не рискуя мы отвечаем на деле за каждое свое слово они зависят от своих хозяев мы сами становимся хозяевами своей жизни мы добиваемся своего зарабатывая своим умом наблюдая мир и понимая законы движения на мировых финансовых рынках мы торгуем валютой которой вы расплачиваете в магазинах мы торгуем компаниями в которых вы работаете мы торгуем золотом которое блестит на ваших часах в то время как вы боитесь неудач мы учимся на своих ошибках поднимаемся после падений и покоряем новые вершины мы не боимся потерь мы не боимся говорить о наших потерях мы встаем на ноги после наших потерь и мы становимся сильнее дисциплина и самоконтроль наши партнеры точный расчет и холодный разум наши спутники мы те кем вы можете стать мы трейдеры требуем не 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 Продолжение следует...